Ассаляму алейкум у рахматуллахи у баракату. Мир вам, милост Аллаха и его благословения. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди – противодействие коррупции, религиозная, национальная и общественная ответственность. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит о своей священной книге «И не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие». «И освидетельствую, что нам божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого неца товарища, и свидетельствую, что наш господин Пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня». А затем, коррупция – это отрицательное явление, которое растрачивает энергию отдельных лиц и государств и препятствует построению и развитию. Соответственно, всенебесные шариаты единогласно предостерегли от коррупции любого вида и характера. В Священном Коране Всевышний Аллах передает слова пророка Салиха Мириму «И не творите на земле зла, распространяя нечестие». Всевышний Аллах также передает слова пророка Шуайба Мириму «Не придерживайте имущество людей и не распространяйте на земле нечестие». Всевышний Аллах также передает слова пророка Моисея, когда он обращался к своему брату Аурону Мирима Боим «Ва ослих, ва ла таттаби асаби и ла муфсидин» «Поступай праведно и не следуй путем распространяющих нечестие». Сам Всевышний Аллах говорит «Ва ла таттаби асаби и ла муфсидин» «И не творите на земле зла, распространяя нечестие». Пророк Мухаммад Мириму в благословении Аллаха тоже говорит «Кто ищет довольство Аллаха, повинуется имаму, отдаёт благородное имущество, легко иметь дело с соучастником и отдаляется от нечестия, тот засыпается и просыпается, получая полную награду». Коррупция имеет множество форм, наиболее серьезные из которых связаны с финансовыми и административными нарушениями в виде посягательства на государственные имущества, ненадлежащего выполнения служебных обязанностей, комовства, взяточничества и машиничества. Все это подпадает под категорию незаконного и несправедливого поедания чужого имущества. Всевышний Аллах говорит «Не пожирайте незаконно между собой своего имущества». Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, тоже сказал «Проклятие Аллаха над теми, кто даёт и принимает взятку». Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, также сказал «Люди, которые несправедливо прибирают к рукам имущества Аллаха, в день воскрешения окажутся в аду». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также сказал «Не войдёт в рай плод, питавший осяна, ни закона за работа, ни деньги, а гон достойное место для нее. Посланник Аллаха Мир ему в благословении Аллаха также сказал, не относится к нам тот, кто обманул нас. Несомненно, противодействие коррупции – это религиозная, национальная и общественная ответственность. Религиозная ответственность проистекает из исправления души, воспитания ее на благочестии, тайной и явной богобоязвенности. В Священном Коране говорится, «Он с вами, где бы вы ни были, Аллах видит все, что вы совершаете». Религиозная ответственность требует прививать душам такие ценности, как честность, надежность, верность и другие добродетельные качества, поскольку настоящий верующий исправляет, а не портит. Всевышний Аллах изрек, «Амнаджа'алю ладзина ааману ва аамну салихати каль муфсидина фил ард, амнаджа'алю лмуттакина каль фуджар». Неужели мы приравним тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, к тем, кто распространял нечестие на земле, или же мы приравним богобоязненно к грешникам? А национальная ответственность предусматривает укрепление лоялности и принадлежности к Родине, углубление чувства ответственности перед общественным имуществом и государственными объектами, распространение культуры честности и прозрачности в широком социальном масштабе, и строгай на казани саботажникам и нечестивцев. Аллах святун и вели говорит, «Иннама جаза'у ладзина юхарибуна Аллаха ва Расуллаху ва иаса'уна фил ард фасада, ай юкатталу ау юсалабу ау тукаттар айдихим ва арджулуум мин хилафин ау юнфау минал ард, залик лаум хизь юнфи дуня, ва лаум фил ахирата азабу нагзим». Ваистину, текатурис ража'ю сапрутив Аллахи ву пасланника, и стремятся сотворить на земле нечестие, в воздаянии должны быть убитые или распятые, или у них должны быть отсечены накрест руки и ноги, или они должны быть изгнаны из страны. Это будет для них позором в этом мире, а в последней жизни для них уготованы великие мучения. Вот что я хотел вам сообщить. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение последнему изо всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье с подвижником, и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до Судного дня. Дорогие диноверцы, общественная ответственность предусматривает укрепление общей культуры, отвергающей коррупцию, и достижение общественного контроля, осознающего опасность коррупции для всего общества посредством активизации роли религиозных, образовательных и медийных учреждений. Аллах Слава Ему и Величие говорит, Если бы только среди поколений живших до вас были и мудрые люди, которые выступали бы против нечестия на земле, такими были лишние многие из числа тех, кого мы спасли. Твой Господь не станет в губе города по несправедливости, если они праведны. Это также требует не скрывать никаких нечестивцев и сотрудничать с компетентными органами в выявлении коррупции любого рода, чтобы во всем обществе царила стабильность. В хадисе пророка Мухаммада, мир ему благословение Аллаха, говорится, «Пекущихся о нерушимости границы Аллаха и приступающих к этой границе можно уподобить людям, тянувшим жребий по стрелам, чтобы занять места на корабле, в результате чего одни разместились в верхней части корабля, а другие в нижней. Когда оказавшиеся внизу хотели зачерпнуть, воды им приходилось проходить через разместившихся на палубе. И в конце концов они сказали, «Они проделать ли нам дыру в днище, чтобы набирать воду через нее, не беспокоя тех, кто находится наверху? Если они предоставят им их самим себе и тому, что они хотят сделать, то погибнут все. Если же они схватят их за руки, то спасутся сами и спасут всех остальных. О, Аллах! Обереги Египет и все страны мира от всякого зла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok